Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбу Макс, и сегодня мы поговорим о громко говорящей новости, я бы сказал бы, ну, не очень офигенной по своей сути. Да, мы сегодня поговорим о новом творении от Майкрософт. Усаживайтесь поудобнее, не забывайте прожимать ваш ширнющий лайкусик, кстати, ваши лайки на самом деле очень сильно помогают в развитии канала, поэтому буду очень благодарен, если вы его прожмете. Ну, а также не забывайте подписываться на канал, и давайте начнем. И да, если вдруг кто-то не знал, то в нашем телеграме сейчас проходит розыгрыш на новые Звездные Войны, если что, ссылочку я оставлю в закрепленном комментарии. Данная новость вообще имеет начало с игры в Фортнайт, да. Дело в том, что изначально данный проект выходил лишь на консоли и ПК, но после он решил расшириться и на мобильное устройство, тем самым позволив игрокам с iOS и Android играть там, где они вообще хотят, ну, смартфон все-таки. Но прикол в том, что между отношениями Эпиков и Яблока что-то пошло не так, и проект убрали со Стора. Ибо в Фортнайте платежи стали приниматься только напрямую, что как бы не очень было одной из сторон, ну вы сами понимаете. Но буквально на днях сама Майкрософт при помощи своего X-клауда смогла вернуть Фортнайт на айфоны. И с тем же событием Том Уоурен добавил, что программа под названием Xbox Everywhere включает в себя такие устройства, как приложение для телевизоров, смартфонов и некий адаптер для ТВ, который позволит играть в Xbox Cloud Gaming. И да, несложно догадаться, что этот маленький адаптер и будет неким маленьким Иксбоксом. Кстати, могу предположить, какое название будет, скорее всего, типа Xbox Series Mini, Xbox Cloud или там Xbox Adapter Cloud или что-то типа этого. Если вдруг угадают, то дико арно. Напомню, что тот самый Икс Клауд это некий стриминговый сервис по типу GeForce Now или Stadia, который позволяет вам играть в игры по облаку. То есть, по факту, вам не обязательно иметь стационарное устройство для того, чтобы играть. Я, кстати, тестировал данный сервис где-то в году 2020, когда он был в бете. И сервис, знаете, на то время показывал себя даже очень неплохо, даже несмотря на то, что он был в бете. Он ту же Форзу тащил без каких-либо проблем. Единственное «но» в этой всей ситуации заключается в недоступности данного сервиса в России. И самое главное, в неизвестности, когда это все-таки будет доступно. Пока этим сервисом, если, конечно, хотите, можно попробовать попользоваться лишь через включенный VPN. Кстати, если вам нужен VPN, то советую использовать HideMy.Name. Простой в использовании, имеет очень хорошие отзывы, а самое главное, стабильный VPN. Он вам пригодится, чтобы посещать недоступные в нашем регионе ресурсы для активации кодов с Аргентины, ну а также как раз-таки для xCloud. Ну и самое приятное, то что по этому промокоду вы сможете получить плюс 4 месяца к тарифу. Поэтому, если тебе нужен VPN, то используй этот промокод, приобретай себе любой тариф и ссылочку, если что, оставлю в описании. Да, как вы уже поняли, скорее всего, тот самый новый Xbox, если, конечно, можно так его назвать, будет неким устройством, которое будет подключаться к TV через HDMI. Вы, наверное, вспомните сейчас такую информацию, что в прошлом Microsoft хотели внедрить xCloud в любую систему, а именно в телевизор, в холодильник, смартфон, не знаю, даже там в машину. Короче, везде, где есть экран и выход в интернет. И, казалось бы, а зачем им тогда нужен этот адаптер? Скорее всего, из-за того, что не все телеки будут поддерживать именно приложение xCloud, путем внешнего устройства они и так немножко обойдут систему. Устройство, кстати, планируется выпуститься где-то в течение 12 месяцев. И предполагаю, что первые заявления на публику они сделают либо на Gamescom, либо 12 июня. Кстати, пометьте эту дату, поскольку тогда Xbox проведет свою презентацию, ну, по типу E3, где покажет свои будущие проекты. Если же на практике, то, по сути, их идея такая же, как у Сберплея. Да, если вы не знали, то у Сбера тоже есть некий адаптер, который позволяет вам играть по облаку в игры от Стима. Он тоже вот такой вот маленький, подключается через HDMI к любому устройству, где есть разъем на вход HDMI. К нему же подключается геймпад и все транслируется и играет. Но в Xbox, скорее всего, будет таким же приспособлением. Если все это измерять в деньгах, то, чтобы им пользоваться через ТВ, вам придется докупить вот как раз-таки этот адаптер. Он будет, скорее всего, стоить крайне дешево, скорее всего, где-то там около 5000 рублей. Но это, опять же, я привожу аналогию со Сберплеем. И что еще вам нужно будет приобрести, так это подписку Xbox Game Pass Ultimate, поскольку только при ее наличии вам будет доступен тот самый сервис. Кстати, если у вас скоро заканчивается подписка, то обращайтесь к проверенным ребятам из X Games, которые помогут вам продлить Ultimate подписку, ну, а также смогут приобрести любую игру дешевле, чем в Microsoft Store для вашего Xbox One или Xbox Series. Ребята проверены, не раз выручали меня, моих знакомых, друзей, поэтому ссылочку на них я оставлю в описании. В целом, идея с ТВ приставкой это хорошая идея, и, пожалуй, это, наверное, самый доступный гейминг, который вообще можно придумать. То есть тогда, когда майки говорили о том, что им нет смысла продавать Xbox, и не раз ходили слухи о том, что от продаж именно консолей они, по сути, мало что имеют, то очевидно, что майки настроены на то, чтобы просто расширить свой рынок и брать как раз-таки транзакциями через магазин. Просто вдумайтесь, насколько Microsoft сможет увеличить количество подписчиков в Xbox Game Pass Ultimate. Если же раньше, чтобы подписаться на этот сервис, вам нужен был Xbox или ПК, то в будущем сервис будет доступен везде. На ТВ, на смартфонах, о чем речь, я думаю, даже и в Тесле он появится. И если при этом Microsoft удастся реализовать задуманное, то по факту часть Xbox будет в каждом доме. Что касаемо полной замены нынешних консолей, то в будущем, когда сервисы смогут показать крайне стабильную работу, то частично, да, многие могут перебраться на облако. Кстати, напишите в комментариях, а вы бы пересели бы на xCloud. Просто, знаете, можно задуматься, а зачем тогда вообще приобретать тот же там Xbox Series S, когда вы можете купить штуку в 5 раз дешевле и играть в те же самые игры. Включено, что даже в лучшей производительности. Кроме как в бесперебойной стабильности выдаваемого изображения, на мой взгляд, плюсов у нынешних стационарных консолей становится реально мало. Кстати, хочу напомнить, что тот самый xCloud будет доступен и на консолях Xbox One, что в свою очередь в теории позволит играть пользователям прошлых поколений в новые игры. И опять же по облаку. В целом, облачные технологии, они дают в гейминге просто безграничные возможности в производительности, там, доступность того или иного контента в любой точке мира. Но самая большая проблема кроется в том, что всегда нужно интернет. Чтобы интернет был стабильный и никогда не перерывался. Если же в нынешних стационарных консолях ты можешь играть даже в офлайн, то тут уже как бы не получится. С другой же стороны посмотреть, у кого нету интернета сейчас. Опять же, самая главная проблема всех этих облаков, это стабильные соединения. И когда оно будет реально стабильное и сможет работать безперебойно, тогда xCloud скорее всего и сможет потихоньку заменять нынешние консоли. Признаться, в данный момент это звучит как-то дико. Я бы сказал, даже непривычно. Ровно так же, когда, наверное, мы переходили с кассет на диски. Ровно так же, когда мы там передавали сначала по икпорту, а потом по блютузу. Но практически любая инновация, она сначала становится неким новым экспириенсом, который особо не нужен. Ведь типа и без этого было хорошо. Но в целом мир не стоит на месте, поэтому это логичное продолжение того, что мы видим. Что касаемо нового стационарного устройства, то оно скорее всего будет. Слухов, конечно, очень мало, но основываясь на том, что у плойки скорее всего будет прошка и что майки делают новый чип для Xbox Series X, я лично не удивлюсь, если новые консоли будут с упором на изображение до 8К и с нормальной трассировкой лучей. Да, я знаю, что это звучит дико, но опять же прогресс не стоит на месте. Случится это или нет, конечно, большой вопрос, но лучше подождать хоть какой-то подробной информации, чтобы плюс-минус предполагать. Я лично, как и скорее всего большинство, так же с подозрением отношусь к облачному геймингу, поскольку я привык к стационарным устройствам, которые стоят у меня там на полке и просто шумит и греется. И в целом я не могу пока представить полный отказ от них в пользу облака. Но опять же, если как бы эти сервисы смогут нам предоставить стабильные соединения и игры без каких-либо ограничений и лагов за счет соединения, то почему бы и нет? Это будет дешевле, это будет удобнее, а самое главное, это будет всегда под рукой. Ведь ты сможешь по сути играть везде, в гостях, дома, на улице, да даже в отпуске. Если опять же, конечно, будет хорошее соединение. Плюс это даст бесконечную мощь, за которой опять же пользователям особо гнаться будет не нужно, ведь за тебя это сделают компании, которые предоставляют данные услуги. Все это звучит, конечно, сказочно, наверное, как и в свое время звучало сказочно от та же Google Stadia, которая, как вы знаете, не особо пользуется спросом. Но некоторые такие вот сервисы, они просто пока опережают время, и из-за этого они вселяют мало надежды на нормальную работу. Все сейчас компании пытаются допрыгнуть, залезть впервые всех, но не у всех удается это сделать качественно. Поэтому в любом случае все требует доработки. С точки зрения веры конкретно в xCloud, да, я в него верю. Несмотря на то, что Microsoft относится так себе к качеству самих проектов, при этом качество самих устройств или услуг у них вполне нормальное. Поэтому думаю, что свою идею они доведут в конечном счете до ума, и надеюсь, что когда-нибудь данный сервис официально посетит и наш регион, чтобы мы смогли играть везде, где только вздумается. Напишите обязательно в комментариях, как вам идея с ТВ-приставкой, верите ли вы в xCloud и имеет ли смысл вообще в будущем облачный гейминг. А на этом у меня все. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, и большое спасибо за просмотр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok